Вопускники химкинских школ официально вступили во взрослую жизнь. В городе прошел традиционный бал. Здесь же провели вручение золотых медалей и грантов главы химок. В этом году их получили 125 юношей и девушек. В их числе Елена Негипелова. Девушка с отличием окончила кадетский корпус. Я очень рада. Очень много трудов было вложено в это. Я очень старалась и стремилась к этому. И очень рада, что получила ее. Как признается девушка, сначала была хорошисткой. Потом решила, может больше. С будущей профессией определилась. Станет следователем, как папа. Я с детства мечтала стать кадетом и пойти в следственный комитет следователем. У меня папа как раз в этой сфере работает. И он мне посоветовал пойти туда. На бал Лена пришла со своим одноклассником. Парень тоже планирует стать следователем. Признается, к приглашению девушки сначала отнесся скептически. Но потом сдался. Уверен, награда Елены заслужена. Лена, она вставала каждый день в 5 утра. Она занималась. Она именно готовилась к предметам и к самому экзамену. Она достойная этой награды. Само мероприятие собрало порядка тысячи человек. Это сопровождающие медалистов, родители, учителя и директора, представители администрации. Открыл мероприятие Дмитрий Кайгородов. Сегодня действительно такой волнительный и захватывающий дух день, когда вы по истечении от 20 лет выходите в новую жизнь. А вы делаете шаг в тот большой мир, который в принципе вас ждет, которому вы нужны. И я хочу, чтобы вы запомнили этот день. Запомнят они его точно. Первый настоящий балл в их жизни. Пусть и прощание со школой. А впереди, как отметил Александр Дринов, сложный путь. На этом пути у вас будут все. Удачи и неудачи. Семья, дети, внуки. Поэтому не бойтесь. Вперед. А родители, учителя, друзья всегда будут рядом с вами. Счастья вам. После официальной части – вручение золотых медалей. Затем – фото и танец. Именно ему ребята посвятили несколько недель репетиций. По окончании бала выпускники разойдутся отмечать праздник в кругу друзей и семьи. Впереди их ждет пора поступления в вузы, зачисления и уже с сентября – начало студенчества. Агроман Ивлоев, Николай Забродин, Служба новостей. Агроман Ивлоев, Николай Забродин, Служба новостей.